Привет, друзья! С вами я снова, дизайнер собственной счастливой жизни, Мила Зверевановикова. Счастливая и не счастливая. Исключительно, своей собственной. Гуляю в своем любимом парке, в лесу. И как раз таки вот сейчас у меня тема жизни и смерти. У меня как раз 3 декабря 2087 году умерла бабушка, которая была моей мамой. По факту у меня в жизни так случилось. Было две мамы. Мама богатая и мама бедная. И вот в 20 лет я потеряла свою любимую маму, которую я боготворила, восхищалась. Хотела быть на нее похожей, да. И, ну вот, то есть, я об этом сейчас думаю, рассуждаю, философствую вообще на предмет жизни, смерти. На предмет вообще слова, мысли, эмоции, чувства, желания. И вот, пожалуйста, подтверждение. Вот смерть, да. И как сегодня я понимаю, смерть и жизнь это одно и то же. Это две стороны одной медали. И если мы отворачиваемся, да, вот до этого прошла девушка и увидела, что я достаю телефон и фотографирую, она так на меня посмотрела, сморщилась. Да, то есть, вот такая реакция. Так делала я, так мы делаем все, большинство, да, потому что все спящие. Мы отворачиваемся от того, что есть на самом деле. Мы отворачиваемся от реальности. Мы не хотим видеть, слышать, чувствовать, понимать, осознавать, осязать, обонять и знать. Мы не хотим признавать правду, настоящую правду, которая существует в нашей действительности. Мы не хотим принимать эту действительность из-за нашего, да, вот этой программы недостаточно, да, мне недостаточно. Я недостаточно хороша, всё не так, всё не эдак, мало, всё должно быть иначе, должно быть по-другому, да. Это вот и есть вот это недовольство, неудовлетворённость, непринятие того, что существует на самом деле в действительности, в нашей жизни, в нашей реальности. И именно всё вот это, оно и создаёт боль, да, то есть по факту мы сами себя, скажем, ну, одеваем розовые очки или шоры, да, на глаза, как у лошади, да, и, в общем, сами себе создаём горе, проблемы, трагедии и прочее, 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 да. Мы отворачиваемся от того, что есть, вместо того, чтобы, наоборот, повернуться, рассмотреть и осознать и принять, что это есть, это есть. Есть жизнь и смерть, есть молодость и старость, есть рождение, есть умертвление, скажем, да, есть новое и старое, есть целое и рвано, есть молодое и старое, есть красиво-некрасиво, правильно-неправильно, добро или зло, хорошо или плохо. Это всё есть, и оно всё одно единое, целое. И про хорошо или плохо, красиво-неправильно, правильно-неправильно, да, это всё придумали люди для единого мира, жизни, сознания. Оно всё единое, для него нет плохо или хорошо, красиво-некрасиво, правильно-неправильно, добро или зло. Для него это просто есть, вот есть день, есть ночь, да, есть рождение и есть смерть, есть созидание, есть разрушение, есть порядок, есть хаос, есть целое и рваное, есть грязное, а есть чистое, да, и всё такое прочее. Поэтому, ну, фишка в следующем, что я говорю про себя вот так всю жизнь, всю жизнь, когда-то в детстве жестоко я напугалась смерти, и всю жизнь я убегала от смерти, я не принимала эту смерть, она меня всю жизнь преследовала, а по факту я никогда не жила. И всю жизнь я боялась что-то потерять, боялась, и как только что-то попадало мне в руки, да, это человек, животное, рыбка, растение, вещь, предмет, безделушка, всё, что угодно, дорогое или дешёвое, неважно. Я с этим слепалась, рассталась, я выходила за это замуж, и эта жизнь от меня выдирала всё это с корнем, с корнями, с кровью, с насилием, да. И третий момент – это зависимость от чужого мнения, да, от оценки, от реакции, от критики, осуждений, или наоборот, лести, похвалы, признания, там, ух, какая молодец, какая хорошая, прочее, прочее, прочее. И вот, ну, страхов на самом деле много, но я говорю о своих самых таких ключевых три страха, да, которые вот именно меня и делали гонимой по жизни, да. Вот, и я бегала, всё же сбегала, воевала, защищалась, там, либо превращалась в невидимку, либо разыгрывала жертву, да, и через жертву, через трагедию получала то, чего я хочу. Ну, по факту, вообще, это не жизнь, на самом деле, и сейчас пришло время нам проснуться, пробудиться, протрезветь, что называется, да, растворить весь гипноз, наркоз, кодирование, ложные знания, ложные верования, убеждения, стереотипы, стандарты, идеи, вот эти все комплексы неполноценности, ложные страхи. И просто жить, жить свою исключительную жизнь, идти своим собственным путём, со своим светом. Ну, на этом всё, я вас люблю. Жмите лайк, делитесь этим видео с друзьями, знакомыми, пусть будет больше в мире света, радости, любви, жизни, да, и увидимся, услышимся в следующем видео. Пока-пока.